Девушки отдыхают 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 Всё, давайте, дерзайте! Да, конечно, мы ещё подальше поедем, у нас большая программа. Максимальная программа. Обязательно, мы сходим на большие размножения. Ага, да, всё, добро. Ставшие, вперёд, мы за вами на вашем же время. Куда, сюда идти, куда ты? Нет, вот там это. Много, по-дохраня, по-дохраня, по-дохраня. Какое, я, день, по-дохраня. А это на кубске. А, это на кубске. Так, вы, возлюбитесь? Цветочки, пожалуйста. Пожалуйста. Так, так. Походите, ребят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как человек, который впоследствии этой войны видел и копал Просим его немножко рассказать о событиях, которые здесь проходили в 1942 году Война пришла в село в конце лета 1942 года Конец лета, август и начало осени Так внезапно строились оборонительные рубежи Все население Верхнего Курка, Исламей и Наркой Не участвовали, думаю, остановить немецкие танки Но они обошли эти оборонительные рубежи Ну, немножко были примитивными В те годы, видимо, что танк может забраться и находить высоту Объехал эти рвы Танки заняли сотные места Немцы быстро разместились по селу Выгнали жителей прямо во двор И сами поселились их дома Советские войска Советские войска Отошли к лесу К Сонжинскому хребту Здесь оборонительный рубеж держала 37-я армия А на этом участке, вот от Котова до Малабека Армия 5-я Погибли и погибших, и раненых Примерно, это точно не можно установить Но где-то 17 тысяч 17 тысяч Погибших наших солдат 7 тысяч Возможно, столько же и немецких солдат В Олиге их больше погибло Если не больше, да В Олиге больше их фашистов погибло Таким образом, это стратегическая высота, можно сказать За которую шли вот такие серьезные бои Там участок Уснули калорийные все Так что, вот таким образом, фашисты Не зная, вот подкармливали нас, детей Вот таким образом, она каждый раз старалась туда идти А этот другой бау говорит, что ты туда идешь И она мне до 59 лет мне было Она мне только тогда сказала Что ты, говорю, говоришь, мама, не пей, не пей Вот где-нибудь сидим мы в гостях Ну уже под 60, она говорит, не пей Я говорю, ну что, я никогда не напивался А потом, я говорю, расскажи, почему ты так Вот она мне это рассказала Вот таким образом, дети были спасены Вот, ну такие, как я Но еще могу что сказать Там, если кто-то заболел Чуть-чуть не могут лечить Там приходили, забирали и отправляли Ну, семей 10 отправляли Ну, я вам рассказывал Там вот, вот как, ну конюшни вы знаете У нас вот, вот такие есть Вот там так было Мама, я не знаю, но мама говорила Ну, оббитые чем-то, солома Вот там они спали Я в концлагере напился Спасибо фашистскому пиву, что вот так Но они и до сих пор не знают И тоже многие не знают это Это вот так было Это она мне рассказала, когда уже мне почти 60 лет было 60-й год уже был, шел мне Так что, вот так И кроме этого, она еще пироги пекла постоянно Вот приехала на Украине Мы там жили 14 лет после концлагера И здесь я уже 60 лет живу Как приехали к отцу И она умерла в 2003 году В неделю 2-3 раза А почему, говорю, ты печешь пироги? Я, говорит, концлагере была, дала себе слово Если выживу, каждую неделю буду 2-3 раза печь пироги Раздавать детям И она раздавала И верьте, вот сегодня, вот, например, 15 декабря 2003 года Она напекла пирогов, я на заводе там рядом Ну уже я жил в другом месте Строил дом, там во Вермианке жил с женой А мама жила там в квартире на Новго И она позвала пирогов, а, говорили после войны 20 миллионов Потом 22, потом 25, сейчас 27 Ребята, погибло, это не говорят Погибло более, около, более 30 миллионов Почти под 40 миллионов, чтобы вы знали Это когда-нибудь раскроется, но это так Так, мы не знаем сколько здесь Были не только это, самое, допустим Мужчины, там были и женщины Там были и 12-летний школьник Вронер Алёша, куда-нибудь определились Мужчина, там, на потоках Возьмите по 50 миллиону У меня это, в конце концов Возьмите по 50 миллионов Большой бюджет, успех и отвертите Мужчина, если мы будем Возьмите по 50 миллионов Я все, где это, я все, где находится в субботу в субботу в субботу суда видишь запись идет выключить ну что я снимаю, а не чувствую себя не буду окей я буду фоткать, хорошо? меня? меня будешь фоткать? нет, ты снимай, можешь просто ходить, тихо можете снимать? да, я поняла, снимайте все что происходит журналист Лесик, улыбнись улыбнитесь хоть кто то улыбнитесь конечно знаете давайте проходите выпуск новостей меня покажи заходите можно? да конечно здравствуйте здравствуйте мне кажется, это самое главное не меня, спасибо нормально глядя на вас а ты ближе подойди к ним по возрасту пусть оно хотя бы по возрасту на лет двадцать когда были молодцы более не возражаю у нас на всех надо показать общаться да так что вот так скажи что нибудь скажи что-нибудь так ну покажи я здесь снимаю снимаю я снимаю просто просто понимаешь у меня нет понимаешь это мой первый опыт я буду снимать твою работу на камеру эту работу на камеру буду снимать все просто прекрасно не не тебя не достоин ты не достоин этого звания цель на снимать и там меня на работу строить даром дадим это вдвоем вот вот а мы сзади все встанем за ним и пройдем вперед вперед тебя а понятно я поняла как оператор социальный выпуск новостей что быстро и что-нибудь я не могу понять что ладно телефон Ага, куда-то идите, не мешай. Продолжение следует... 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 Верхнегурбская школа. Так, подождем, что ли? Да. А ты пока расскажи свое впечатление. Ну и туда ты пошел. Поднимаемся. Значит, никого нет больше. Они поднимаются. Так. День славы. День славы. День славы. День славы. Да. Все. Ну, поближе подойди еще. Да, да. Хороший. А я не знаю, как. Я такой первый рабочий день. День славы. Да. Ага. Подключи. Снимай. Подключи. Хорошо. Что? День славы. День славы. День славы. День славы. День славы. Я против. Ну, пока вы лучше подключите. Здравствуйте, девочки и мальчики. Выходи чуть-чуть. Я тебя ставлю. О, какие красивые. Давай, давай. Давай, 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 давай снимаем. А вы, кстати, в этой днии полуписали что-то. Погнали вот сюда. Погнали вот сюда. Погнали вот сюда. А что нам меняет по сей день на еду? Погнали вот сюда. Чувер, так татуи надежа. А мы еще раз вырубляем. Вот, это будет лучше. Да. Каждый раз. Я живу. У нас и мой журналист сейчас есть. Напишут. Вот еще один. Начинающий. Такое начинство. Давай, я же, что? Ты, 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 ты. Сильно. Деньте, ребята, не соединяйтесь. Ведь мне очень интересно. Да. Вот если бы нам только хотели рассказать, если что-то. Видите, дети расскажут. Ну, все, что-то и как-то. Слушаю вас. Ну, все, что начинает, и наши экспрессы будут сейчас отсутствуют. Дорогие наши гости, друзья, территория нашего села в годы Великой Отечественной войны была одним из частков фронта, где проходили самые обшлеченные бои. Для всех нас земля наша священна. Но трижды священна она в том месте, где человек, который украл за свою родину. Мы знаем, что живем на земле пролитой кровью тех, кто был ради нашей счастливой жизни. И кровь-то не высохнул и не молчит. Свято чтит наш народ подвиги парших бойцов. Музей Бойкой Славы был открыт в нашей школе в 1967 году под руководством Ашижевой Лёли Эльдаровны. Следопыты начали устанавливать во семена в 1968 году. Этот стенд посвящается воинам-относельчанам. С нашего села на фронту 667 человек, а из них вернулись только 27. Среди верхнекурбцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, были шесть офицеров, в том числе капитан Ахмедхан Хамбазаров, майор Корольфий Киршев. Около 70 верхнекурбцев за годы войны были награждены орденами и медалями за храбрость. Во время сражений на курденских высотах под ломбежками от противников снарядов погибло несколько жителей села. Десятки домов и другие стенды были разрушены. За самоотвержденный труд в годы войны пять верхнекурбцев были награждены медалью за доблительный труд в Великой Отечественной войне. Ашхотов Агальгири Тидович родился в 1919 году в разгад гражданской войны. 20-летним парнем его призвали в ряды Красной Армии на действительную военную службу. Вступил в Великую Отечественную войну в 1941 году в составе 37-й гвардейской дивизии. Мужественно и стойко сражался в войне с Малой Кабарды. За мужество и храбрость Ашхотов награжден орденами Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалью за отвагу, за боевые заслуги, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. Умер ветеран войны и труда в 1965 году, проработав 40 лет в колхозе родного села Верхнепург. Сейчас одна из улиц названа его именем. Камбазаров Султан Алимич, 1919 года рождения, награжден медалями за оборону Кавказа, за взятие Берлина, за победу над Германией. Его медали хранятся в нашем селе. А этот стенд посвящается ветеранам 317-й стрелковой краснозаменной Будапешко-стрелковой дивизии и 59-й отдельной стрелковой преграде. Дивизия прошла боевой путь от Грозного до подместия Праги. Многие из ветеранов 317-й краснознаменной Будапешко-стрелковой дивизии участвовали в освобождении нашего села от немецко-тружеских захватчиков. В 1967 году была организована первая встреча с ветеранами 317-й стрелковой дивизии, с Лесиком Витальем Дмитриевичем, секретарем партийного комитета КБГУ. На этой встрече Лесик подарил нашему музею свои памятные книги и рассказал, как в одном из окоп в районе Верхнего Курпа был принят ряды комсомола и уже комсомольцем прошел свой боевой путь. Эту карту подарил нашему музею Мельников Сергей Несторович. А этот вечный огонь подарил нашему музею брат погибшего за наше село Музычука Александра Ивановича. Дочь погибшего за наше село Ластухина из Чувашии подарил нашему музею вот эти лапки. Очень интересными оказались и документы, признанные нам из города Днепропетровска. Валентиной Шваревой, женой бывшего командира 317 стрелковой дивизии, генерала-майора Шварёва Николая Александровича. Сама Валентина Ивановна лейтенант Запасов, тоже лейтенант 317 стрелковой дивизии. Она приезжала в нашу школу три раза. Весь личный состав дивизии награжден медалями за оборону Кавказа, за взятие Лены, за взятие Будапешта, за победу над Германией, за победу над Японией. На этом стенде вы видите волны погибших за наше село. Во дворе нашей школы находится братская могила. Где захоронены останки 365 погибших солдат. Из них установлены имена 365. Каждый год 9-го мая сюда приезжают родственники погибших солдат. А здесь вы видите вещи на джинейке раскопках. Вы можете подойти посмотреть. Наши друзьи есть проявленческие уголовки с предметами статей. Хотим лучше узнать о том, как жили старшие поколения в нашем веке. И сегодня это как никогда важно, потому что мы должны возвратить наши обычаи и сохранить нашу культуру. Еще не утихла боль Великой Отечественной войны, а началась Афганская война. Погибнут на чужой земле дети нашей земли. Теперь уже неизвестно, за что они сражались, за что погибли. Но они сложили свои голоды, веря в то, что защищает свободу. И сегодня, кто бы что ни говорил, они достойны всех коучащих. На этом стенде улетел именно националистов, юности которых обалена война, короткая биография каждого. Но того, что они успели испытать в тылу, хватило на долгую жизнь. Трудно читать письма, выставленные после каменантов. Но уменьшить и помочь одни, не предать за день их кузовам, сохранять о них память. Память! Только это и осталось в куре Отечественной войны в школе нашей село. В Уфганистане, погиб в смех нашей школы, Китежаев Алик Хасангельевич. Жестокая пуля достигла его на чужбине, где он оказался не по своей пуле. Иногда забываешь об этом. Но дать их буду жизни неумолимо напоминают об этом. Китежаев на крыше металл за афаку и отцена в красной звезды. Посмехно одна из улиц села носит его имя. Спасибо, ребята. Вы можете. Я тоже второй раз слушаю. Все знают. Молодцы. Молодцы. Давай почитаем. Был бы во всех школах вот такой музей. Еще немножко хочу остановиться на этом стенде «Жизнь как символ времени». Это наша Лёля Ильдаровна, которая первая начала именно работу, поисковую работу в этом селе. Первая начинала увековечивать память тех, кто погибли на этой земле. Выявлять их имена. Именно при ней прошли первые встречи. Именно она была организатором открытия вот этого музея. Человек, который приехал сюда в Верхнику в 1952 году, до конца своих дней работала, отдавала все силы именно вот этому патриотическому воспитанию. И кроме всего прочего, до последнего дня она работала. Ушла в отпуск, и ее не стало во время отпуска в 2005 году. Вот такая у нас была Лёля Ильдаровна. Вот смотри, десент, который отражает не всю ее жизнь, не все отражает. Не все, что она сделала, конечно, отражает, но какую-то толику мы попробовали на этом баннере. И очень хорошо, это вечная память. Мы часто на эту тему общаемся, и вот именно всему свое время, это правда говоря. Вот если бы тогда она это не сделала, сейчас это невозможно уже было. Конечно, все это восстановить, все это сделать. Потому что это, в первую очередь, было связано с людьми, личностями, к сожалению, которых уже нет, их не стало. То есть, тогда это кто сделал. Я знаю, ну, я никого не хочу обидеть, но я знаю три музея Республики Школьная, вот которыми реально можно гордиться. Это ваш музей, это музей Аушегирской средней школы и музей школы, где я учился, седьмой школой в Нальчике. Там по 115-й кавалерийской дивизии целая позиция большая есть. И вот сейчас это вот на ровном месте с нуля невозможно сделать. Здесь не только вот эти, которые рассказывали, в тот раз, помнишь, другие были. Все, каждый знает, вот что главное. Они все знают. И это не просто зуберка. Видно по ним, что они понимают, что они говорят. В 68-м году, когда была первая встреча с родственниками покидших, практически в каждой семье кто-то из тех, кто приехали будет. Это были москвичи из Солнечногорска, из Москвы, с Белоруссии, с Украины, с Грузии. Кого только там не было. Наверное, человек, около 200 человек гостей в тот день. Семья Фидарова, дочь жива сейчас за 80 лет, она ежегодно сюда приезжает. Сюда приезжает, подойдет к памятнику, возложение, там все вот это проведет. Даже еду какую-то осетинскую привезет в память о ней, помянут и уедут. Вот это ежегодно встало для них традиции. Причем она не одна приезжает с сыном, с внучкой, с родственниками, там очень много людей приезжает. Причем она, эту работу, которую вы проводите, ее ни директивно, ни административно невозможно сделать. Это только любить можно. Директивно, административно можно разовые акции, какие-то флешмобы проводить. Но вот здесь видно, здесь история есть. Спасибо вам за это большое. Мы будем к вам и дальше привезти. Так, а теперь вас приглашаем, тех, кто постарше в одну комнату в наш конференц-зал, а всех остальных в нашу столовую. Пойдемте. Две минутки, пускай пофотографируют. Пожалуйста. Поэтому мы их заменили в срочном порядке. То есть настолько радарно было не в школах войны, что вот так просто со стеклом делали даже солдатами. Так, наверное, не все знают, что здесь была фляжка с водой. К сожалению, эта фляжка у нас в школы топили не так хорошо, как сейчас в те времена. И вот у стеклянной фляжки была найдена фляга, которая в этом музее очень долго хранилась. С тех пор выкопали именно с водой эту фляжку. У Кагермазова есть, нет, у Зубера, по-моему, от Хагазитова на кабардинском языке есть стихотворение фляжка. Именно этой фляге она была посвящена этой фляжке. Вода была, вот сейчас вы видите, вот эти стеклянные баночки. Эту воду Лёля Ильдаровна перелила туда, когда фляга замерзла. И треснула. Вот это, она вот этот лёд растопила, вот в эти стеклянные баночки налила. И даже фляжка, вот разбитая фляжка, видите? Вот в этой разбитой фляжке эта вода была. Я именно о чём говорю, что стеклянные фляжки сам по себе опасны для бойца. Их потом замерзлили. Но вот это говорит о том, что наша армия ценой таких страшных ошибок училась воевать. Да, ну и эта стеклянная, вот эта разбитая фляжка лежит только потому, что она в музее претерпела вот то, о чём я сейчас рассказываю. В школах изучается это стихотворение сейчас и посвящено именно этому. Сейчас пропущу людей. Просто снимать, как они все фотографируют. А, я знаю этот прикол этих операторов. Всегда на открытиях, когда люди фотографируются, они снимают, как они фотографируются. У меня это ненормально. Вы чё? Как будто бы не родные. Вы уже всё. Вот сами, ребята. Проходите. Пристановитесь. Хорошо. И всё. Надежда. 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 Ребята, давайте встаньте прямо там, на виду. Все кто сзаде на вид видите? Воскрес大� у отрез to find. Надежда отрезала. До свидания. Очень хорошо, что до 2015 к вам попали. Я поняла. Да поняла я, блин, чёрт ты. Ну, всё супер. Ставлю все 10 баллов, всё хорошо. Мне всё нравится, всем рекомендую. Приезжайте сюда. Где мы находимся? В школе какой-то. В Терске. А, Верхний Курб. Вот. Смотрите, снимем. Это же камер. О, какие страшные. Да, меня страшные. Там петух. Или это тоже нельзя? Потому что я урод смеха на то, что ты смеешь. Смотрите. 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 Смотрите.